Слава Богу Иисусу! Я благодарю Господа, что мы смогли здесь все собраться, воздать Богу хвалу, прийти сюда, пообщаться с Ним в молитве, прославить Его, поразговаривать с Ним. И я благодарю Господа, что Он поставил эту тему на мое сердце. И я хочу начать и прочитать от 2-го, писал Никитцам 2-я глава, 3-й стих. «Не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». И здесь говорится, что не откроется тот день, пока не придет прежде большое отступление. Я так размышлял, это отступление будет от чего. И просто Господь открыл, что это отступление будет в нашей вере от Христа, что много христиан отступят от Христа. Я размышлял, почему будет такое прежде отступление, что как бы подвигнет этих людей, чтобы они как бы отступили от Христа. Должна же причина быть, чтобы люди отступили от Христа. И я хочу прочитать от Откровения 3-я глава, 13-й стих до 16-го. Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквям, и ангелу Лаодийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю Твои дела, Ты не холоден, не горяч. О, если бы Ты был холоден или горяч, но как Ты тепл, а не горяч, и не холоден, то извергну Тебя из уст моих. И мне это понятно, что большое отступление будет, что причина, что будет это большое отступление, как тут сказано, что Господь знает наши дела, что много из нас мы не холодные и не горячие, а теплые. И много христиан в эти дни теплые, потому что мы не проводим достаточно много времени в нашей молитве с Господом, мы не общаемся с Господом наедине в молитве, не проводим время с Господом в молитве. Из-за этого будет такое большое отступление, потому что много христиан теплые. Я хочу сегодня сказать сильно, что у христианства наши отношения с Господом нет перерывов, как бы нет таких красных светофоров, где мы идем за Иисусом и останавливаемся с Ним или садимся с Ним где-то. Но нет, мы дальше и дальше, как бы нету достаточно Его, как бы нам надо больше и больше за Ним идти, ибо нету как бы границы, где мы останавливаемся. И много христиан в эти дни думают, что получат Духа Святого, получат даже водное крещение, и как бы на этом все. Ну, как бы, как другие дары, которые написаны в Слове Божьем, как же пророчества, другие дары. Из-за этого, когда происходит, например, в церкви изгонение бесов или других таких больших чудесов, для нас это как бы так не привык, мы к этому так не привыкши, потому что, как бы, много из нас так отеплели, но мы видим, что это все практиковалось у Иисуса в жизни. И такой пример, как бы, много христиан говорят, что у меня есть жертвенник в моем сердце для Господа. Я его построил, у меня есть он. В других словах, я хожу в церковь, например, каждую субботу, да, бывает Библию, читаю, ну, горит ли на этом жертвенник огонь, горит ли он для Господа. Мы видим, что в Слове Божьем всегда должен был гореть огонь на жертвеннике. Имеет ли этот человек отношение с Господом, горит ли огонь у него в сердце. Я хочу опять это сказать, что много христиан в наши дни теплые, потому что они проводят много времени в молитве. Потому что Иисус такие слова однажды сказал своим ученикам, «Бодрствуйте, чтобы вы не впали в искушение». И сегодня Иисус в наши сердца говорит, «Бодрствуйте, чтобы вы не впали в искушение». Ну, как мы видим, что ученики впали в спячку, и много христиан в эти дни тоже впали в спячку, и только это уже не физическая спячка, но духовная спячка. И когда, например, берем чайник и наливаем этот чайник с водой, ставим на кипятильник и включаем кипятильник, вода какая встает, она сперва холодная, теплая, а потом горячая. А если этот кипятильник выключить, вода сперва горячая, а потом теплая, а потом холодная. И в нашей жизни кипятильник – это наша молитва. Если мы выключим этот кипятильник, выключим молитву, то мы с вами тоже станем теплыми, холодными христианами. Или если мы будем убавлять чуть-чуть, меньше делать этот огонь на кипятильнике, то вода будет становиться все теплее и теплее. Если в нашей жизни мы тоже будем молитву все меньше и меньше делать, то мы тоже с вами станем теплыми. И однажды Иисус сказал такие слова, «Когда я приду на эту землю, найду ли я веру у людей?» Это такие печальные слова, потому что мы видим, сколько много христиан в наши дни, сколько много церквей. Но Господь сказал, «Найду ли я веру на этой земле?» И вторая причина, почему я вижу, что христиан сегодня холодные или теплые, это потому что мы не открываем наше сердце Господу. Мы с вами как бы такие богатые, так привыкли в этой жизни, такие богатые. Но здесь и дальше написано, «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаю, что ты несчастен и жалок, и ниш, и слеп, и наг». Ну, я верю, что в эти дни Дух Святой хочет действовать в наших сердцах, хочет действовать через нас. И мы были на молитвенном, были на молитвенном, на молодежном одну ночь, и у одного человека было видение такое, и было видение, что стояло три сосуда на столе, и эти сосуды стояли трое, и такой как бы сквозняк пронесся через комнату, такой как бы замороженный мячик, как бы сквозняк холодный, и эти сосуды застыли. И Господь через одну сестру показал, что эти сосуды – это мы с вами. Но мы так застыли, и не даем, чтобы Господь действовал через нас. Мы так застыли. И Господь говорит, что Он стучится в наши сердца сегодня, Он хочет через нас действовать. Здесь и дальше говорится, что «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся, си стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, и отворю дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо, да слышит, что дух говорит церквям». И сегодня, может, Дух Святой вам говорит, что это слово для вас. Может, сегодня вы горели огнем для Господа, вы имели как бы такой жар для Господа. Но если сегодня этот огонь в ваших сердцах потух, или вы, может, впали в грех какой-то, или у вас разбитое сердце, или вы не знаете, как выбраться из этого греха. На сегодня говорит Иисус, что я стою у двери и стучу. Только что нам должно сделать, это отворить наши двери, покаяться перед Господом. Это просто. Тут как бы Господь сделал для нас все. Нам больше не надо жертвы приносить за покаяние. Встали на колени. Боже, прости. Это так просто. Скажите, что Господь, я согрешил. Прости меня за мою теплость, что я холодный, что они горячие. И зачем нам, церковь, быть теплым или холодным, когда мы можем быть горячими, когда мы можем пламенеть для Господа. Ибо какая-то сила, какая-то красота, когда вся церковь громко молится на иных языках, больше нету силы. Это так красиво. Такая сила из этого исходит. Но жалко видеть, что много христиан отеплели. И молимся по три минуты. Мы не проводим время с Господом на молитве. Но Господь сегодня хочет, чтобы мы открыли наши сердца. И перед молитвой я хочу прочитать от Иеремии 29, глава 12, стиха до 14. «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим, и буду я найден вами», говорит Господь. В этой молитве давайте откроем наше сердце. Аминь.